Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёст Ван, и это очередное видео, посвящённое игре Кризис. Итак, друзья, ивент разоружения 5 часов. Вот ровно 5 часов, только что минута капнула. Ровно 5 часов остаётся до конца ивента. В общем, не совсем я, да, в этот раз торопился. Ну, я, знаете, первое видео начал снимать в пятницу, потом 2 коротких миссии прошёл, целых 24 часа ожидания, а в субботу-воскресенье я видео вообще не снимаю, ну и поэтому как-то так всё шатко-валко-вяло. А у нас между тем осталось ещё 2 раза убить Голиафа. Ну и что касается пси-батарей, их у меня сейчас 6, на третью попытку, по-моему, надо 9. То есть, ну, как раз вот ещё 3 пси-батареи надо собрать. Ну и на всё это надо ещё топливо, ну, в общем, не знаю, посмотрим. Я думаю, в общем, надо нам сегодня миссии проходить сразу с первого раза, не брать какие-то слабые войска. Также, друзья, хотел сказать, что я набрал необходимое количество ядерных батарей, чтобы открыть себе возможность покупки комплекта на танк. 3000 здоровья, 90 урона по пехоте, 1300 по технике. Так, ну и восстановление брони 60 это круто, потому что у меня ремкомплект слабый, всего 200 восстанавливает. Ну, по сравнению с моими 200, 60 это хорошая прибавка. Ну, для тех, у кого там перекачанный, там, конечно, ну, в любом случае, 60 лечения, оно никогда не помешает. Может, оно и когда-то даже, часто же такие ситуации, что танк уже на хитах, его там даже пулемётчики могут передамажить, а с чуть более лучшим лечением там, как бы, и танку получше. Ну и также, друзья, в прошлом видео говорил про гренадёров, насколько они мне нравятся, какие крутые чуваки, и даже не посмотрел, что они в этом ивенте тоже есть, 15 штук я тоже себе прикуплю. Вот у меня ещё 17 жетонов остаётся, не знаю, там, стоит ли тратиться на БТРы. Кстати, тоже, смотрите, неплохой специалист, 6 штук, а у меня таких случайно нету. Он, кстати, в этом ивенте очень хорошо поможет, уменьшает урон от артиллерии врага. Тут же кругом сплошная артиллерия. Так, это сапёр-ветеран, сейчас я посмотрю, нет ли у меня их вообще. Они у меня могут и так быть. Так, где у нас тут специалисты? Здесь. Спецуправление. Сапёр-ветеран у нас имеется? Да, у нас есть. Правда, их 4 штуки. Ну, кстати, дорогие. Считай, что за одного... Один жетон за одного сапёра. Но он крутой. Может быть, стоит их купить? Чё эти жетоны зря копить? Минус 50% урона для артиллерии. Это же очень круто. Давайте возьмём. Пригодятся ещё. Мы найдём, где их применить. Так, ну и эти ребята. Тоже могу купить. Жетоны имеются. Только не знаю, есть ли смысл. Здоровье немного, 96 тысяч. Урон 34 тысячи. Да ладно, вот, наверное, как раз БТРы можно и не покупать. Не знаю. В общем, друзья, что? Давайте отправимся сейчас один разочек выполним. Потом попробуем сразу на 3 пси-батареи, чтобы сильно много топлива не тратить. И потом опять сюда. Ну и, может быть, там ещё останется у меня топливо, чтобы набрать, допустим, 700 рейтинга. Не знаю. Посмотрим. Здесь у меня неплохая поддержка уже активирована. И как раз ещё на следующей миссию остаётся. Так. Пехотинцы, пулемётчики, танки, джипы. Здесь нам нужно что-то внушительное. Так, давайте какой-нибудь один хороший удар. Напалм. Почему бы и напалм не взять? Что касается техники. Вот, кого мы тут брали. Кстати, вот можно гренадёрчика взять. Вот он там шороху наведёт. Новокупленный. Также возьмём, наверное, САУ-Т-99. Шестой уровень. 48 тысяч урона по технике. 137 тысяч здоровья. САУ-Т-98. 44 тысячи. Чуть послабше. Чуть побольше здоровья. Чуть побольше. А, урон по пехоте почти такой же. Но давайте сейчас потратим Т-98, а в следующий раз уже Т-99. И, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Давайте вот БТР-рысь возьму. Запру его АПСАУ. Надеюсь, единственное, что мне в хорошем порядке будут войска дадут, чтобы я их высылал. Ну и возьмём... Так. Это вы поджигаете, да? Хотя они такие медленные. Давайте вон возьмём сержанта-лекаря. Так. Ну и, конечно же, специалиста. Мы возьмём тут и механика, и медсестричку, и нашего нового парня на три боя. И кто у нас ещё есть? Радиус поражения у войск поддержки на 30%. Это вообще... Что за войска поддержки? Кого вы считаете войсками поддержки? Пехота получает дополнительную аптечку, которая один раз за бой восстанавливает 30%. Вот тебя возьмём на три боя. Крутая девка, но, в общем, я думаю, она нам сейчас пригодится. Вот с таким раскладом. Надеюсь, что сейчас совсем справимся. Конечно, тут бы в этой миссии, мне кажется, хорошо бы хищник заехал бы, танк. Сразу бы разносил артиллерию врага. Ну да ладно, надеюсь, и так справимся. Главное, чтобы мне в нужном порядке дали войска, чтобы у меня сразу была артиллерия, чтобы я об неё мог запирать другие войска. Иначе всё может плохо обернуться. Так, ну вот, да. При полном наборе у нас САУ сразу сходу даёт. Мы ещё об неё гренадёра запрём, и всё. Всем, кто будет к нам подходить, сразу будет моментальный, так сказать, телепорт на тот свет. Эй, куда она поехала? Почему он её так быстро уничтожает? Похоже, пора гренадёра сразу выводить. Я думал, чуть-чуть подождать. Ну не, мы тут без него не можем обойтись. Так, надо срочно пехоту вывести, чтобы танковало. Чё-то как-то они близко подходят слишком. Вот, кстати, как новый комплект выглядит, можете посмотреть. Но САУ, смотрите, как хорошо. Она уже там вдалеке уничтожает врагов. Так, нам командира не бейте, он нам ещё должен войска лечить. Так, гренадёр куда-то на передовую идёт. Это всё мне не очень нравится. Так, куда бы напал нам шадаром? Да, в принципе, пока что всё нормально. А может быть и не очень нормально. Так, мог бы сюда шиндорахнуть. Не знаю, что-то у меня пока что. Ладно, давайте там. Слишком поздно, они уже ушли. Я бы мог их всех сжечь там. Ну да ладно. Если что, переиграем. Но пока что расклад в нашу пользу. Так, пулемётчики, затанкуйте. Вот гренадёр тут чудеса творит. Его ещё лечат. Очень хорошо пока что. Меня всё радует. Ну блин, тут слишком большая толпа. Вот сейчас бы куда-нибудь напал мы сюда. Да, было бы неплохо, наверное, шмальнуть. Так, нам надо срочно, чтобы кто-то затанковал. А то нашего гренадёра убьют. Так, ну вот и всё, кажется. У врага больше войск не будет. Осталась только вот эта вот вся шушера. Ребята, вы там отстряните? Пойдёте вперёд в наступление. Да, вот наша САУ поехала. Бьёт по врагу. Отлично бьёт. А враг, похоже... А нет, достаёт. Хотел сказать, не достаёт. Там он ещё один БТР на подходе. Давай-давай, едь сюда. Сейчас у нас бойца медика убьют. Так, ну вот и всё. Добейте последнюю и едьте к флагу. Я думаю, наверное, такой же расклад можно использовать и на следующую миссию. Но возьмём САУ Т-99. Она чуть покруче, но... Как бы там не сильное увеличение мощности. Хотя, там у неё есть, да, интересный вот этот её параметр. Что чем дольше она стоит в одной точке, тем... Быстрее, что ли, она бьёт? Ну, сейчас прочитаем. В общем, это может оказаться очень удобным, потому что... Ну, вот эта САУ простояла в одной точке до конца битвы. Значит, и та САУ сумеет набрать полные обороты. Так, возьмём сразу топливо. Пускай производится. Оно нам ещё пригодится. Так, ну что, друзья, идём дальше. Сюда нам надо 9, да, жетонов. Значит, нам сейчас нужна одна битва. Ну, наверное, чтобы топливо сэкономить, пойдём вот сюда. Но это сложное задание на самом деле. Но у нас и специалисты сейчас есть вот как раз соответствующие. Единственное, что здесь бы, конечно, не помешала поддержка. А чем мы будем сражаться без поддержки? Можно как вариант попробовать фурию там пустить. Чтобы она сразу там в ноги кидалась. Артиллерии, не знаю, добежит, не добежит. Ну, давайте. Я хочу просто ещё успеть набрать 700 очков, в общем, до конца ивента. Для этого мне понадобится топливо. Здесь, по-моему, самый экономичный вариант. 700 топлива. Ну и заодно как раз посмотрим такую интересную миссию. Так, надо что-нибудь, что может жантарахнуть побольнее. Есть у нас что-нибудь такое? Ну, самое больнючее, что у меня есть, это, по-моему, напалм, потому что он потом ещё горит долго. Особенно в ногах артиллерии, это хорошее качество. Можно взять свою какую-нибудь артиллерию сюда. Допустим, ту же самую Т-99. Но тогда у меня вообще артиллерии потом не останется. Ну, с другой стороны, почему бы и нет? Можно, конечно, взять что-нибудь и пойти на выход сразу. Вот БТР Инквизитор очень хорошо себя ведут на поле боя. Закидывают толпы только в путь. Здоровье 200 тысяч. Давайте его возьмём вместо артиллерии. Ну и здесь вторым слотом можно взять... Можно взять как раз артиллерию. Так, возьмём ещё... Я даже не знаю, кого бы нам здесь взять. Давай вот тебе, парень. У тебя урон артиллерии по тебе снижен. Хотя сами твои показатели оставляют желать лучшего. Он один, и при этом у него 9 тысяч. Вот, парень, один 12 тысяч, да? Чувствуете? Он ещё и лечится постоянно. А ты даже не лечишься. Поглощает урон от стрелкового оружия и артиллерии. Для... Так, ну ладно, возьмём его. Мне кажется, он сюда должен зайти. А, жалко, что здесь фурию нельзя на эту миссию взять. Но не знаю. Будет жёстко, я чувствую. Тем более, с учётом того, что у нас никакой поддержки нету. И это может быть даже непроходимо такими войсками. Как бы тут мы, может быть, поторопились. Вот что нам сходу даёт? Обычную пехоту, которая сейчас в больших количествах будет там погибать от артиллерии. Давайте вот так её пока что пустим вдоль края. Чтобы они сильно вперёд под огонь артиллерии не шли. И смотрите, что дальше. Джип идёт. Дайте нам хорошую элиту какую-то. Нам ещё так колоду перетасовали, что с ней сейчас, похоже, ничего слепить не получится. Блин, друзья. Всё выглядит скверно. Очень скверно. В таком порядке ещё войска даёт. Если бы мне сразу дали хотя бы инквизитора, он бы тут навёл шороху. А инквизитора нет, друзья. У нас, конечно, есть войска, но сейчас их с артиллерии быстро закидают. Просто, я не знаю, на убиение. Были бы какие-нибудь ещё скаты бы, которые там навозили врагов. Если бы нам хотя бы артиллерию раньше дали, мы могли бы устроить здесь запирательство на базе. Попробуют сыграть от дефа. Ну и вот, наконец-то, даёт нам инквизитора. Под самый конец. У нас здоровье ещё до валах так-то. Вот, смотрите, как напалм отлично вырубает. Так, ну да, мы всё равно выиграем этот бой. Что-то я зря переживал, конечно. Тут ещё и осталось, вон, два танка. Но всё равно, такой набор войск в самом начале, да, либо в начале инквизитора, вообще нет проблем, он бы сразу всех раскидал. Так, ну что у нас? 944 тысячи урона. У вас, ребят, 189. Ладно, отлично, забираем награду. Ну и двигаемся. Убить Голиафа. 9 пси-батарей. Забирайте. Дадут нам 3 САУ, 30 инфочипов на танк и жетоны. Кстати, что касается инфочипов. Можем, да, усилить нашу армию инфочипами. У нас сколько? 2600 денег? Ну давайте я сначала вкинусь на полезные, а потом уже что останется на инфочипы. Так, урон по танкам. 200. Что у нас остаётся? 500. Так, что сюда можно взять по войскам? Покажите мне ещё раз. Сюда можно взять 2 танка, 3 пулемётчика. 2 танка, 3 пулемётчика. Так, танк. 140, 140. 2 танка есть. 3 пулемётчика. Ну вот 2 пулемётчика возьмём. За инфочипы. Как бы основательно подготовимся к этой миссии. Она всё-таки третья, сложная. Возьмём полную поддержку. Так, ну что вы, ребята? Вас двое. Ты. Сюда 2 танка. За инфочипы, смотрите. 39 тысяч урона. 32. Значительная разница, да? 125 тысяч здоровья. 100 тысяч здоровья. Урон, смотрите, с точечного залпа. 36 тысяч. 44 тысяча 900. Чувствуется, да, разница? Так, ну что, 2 танка из инфочипа. Джип. Вместо ската у нас опять же возьмём напалм. Так, здесь. Ну, я думаю, также возьмём... Так, где у нас был? Сержант, который лечит. Гренадёр. Мне кажется, нормальный был набор. Нормальный выставил. Сау, Т-99. Ну и БТР-рысь. Можно вот такой БА-вихрь взять. Как раз он в обороне. Будет неплохо. Он и пехоту, смотрите, как ложит. 2600 урона. Как бы очень хорошо. И у него есть ещё плюс, что он будет лечить всех вокруг. Ладно, давайте вот так возьмём. Хотя не знаю. Можно вообще взять, по идее, вот. 115 тысяч здоровья. Здоровья, конечно, мало. Зато артиллерийский урон не будет давать врагам подходить близко. Давайте так. Хотя, мне кажется, её могут снести быстро. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы они не наседали. Главное, постоянно отдеф... Дефаться. Ну и дополнительная артиллерия нам, наверное, поможет. Давайте сейчас маленько подождём. Откат всего. И вся. Ну что, ребята, ваши САУ Т-99 против наших САУ. Так, чё-то я не тороплюсь. А надо уже... Надо было быстрее начинать. Вот чё я думаю. Блин. Хотел куполом накрыть вот этого парня. Что-то ему лихо тут. Да, не успел он пострелять. Надо было сразу кого-то выпускать наперёд, чтобы отвлекал огонь на себя. Да, начало у нас, кстати, плохое. Я бы даже переиграл бы. Ну ладно, сейчас пока что посмотрим, что из этого САУ выйдет. Артиллерия можешь вот это уничтожить. Так, сейчас сразу пехоту маленько выпускаем, чтобы танкануло, пока наша артиллерия бьёт. Так, ну-ка. Как видите, прошли, но в принципе, я вот вижу свои ляпы. Я бы слишком долго в начале выпускал. Надо было сразу выпускать войска, чтобы вот так не дать врагу подойти вплотную. Ну, чтобы там гренадёр сразу заряжал. Также, чтобы я вот ещё отметил. У нас слишком быстро вот эта артиллерия, которую мы взяли, погибла. Её бы тоже, в принципе, не мешало бы, ну как бы, я не знаю, как-то сохранить, что ли, на протяжении хотя бы половины боя. А не так, чтобы потерять в самом начале. Но, тем не менее, несмотря ни на всё, если берёте хороших специалистов, если берёте хорошую элиту, то миссия проходится, в принципе, нормально. Так, что ж, отлично. Победа. Ещё 4 жетона. Ещё 3 САУ. На халеу практически, можно сказать. И что нам остаётся? Нам остаётся, друзья, набрать... Набрать ядерных батарей. Причём сотку с лишним. А где мы столько сейчас нагребём за оставшиеся 5 часов? 100 батарей. У нас всего лишь одна операция. Ну, что такое операция? Это 1, 2, 3, 4, 5. 5 миссий. То есть, это полтинник мы наберём, да? Полтинник наберём. А нам надо, давайте ещё раз уточню, сколько надо. Нам надо 127. То есть, ну и 50 мы наберём. Ещё останется 77. 77. Где мы это будем бить? В битве за алмазы по 5 штучек не прокатит. Клановая битва нескоро. Если бы ещё была какая-нибудь охота на рейдеров, был бы вариант. Ну и у нас топливо, в принципе. Даже если всё забрать, 700. Ну, этого хватило бы, что там, по 50 топлива на один бой. Ну, 10, да, плюс там, что, ну, практически 250. Ну, немного, друзья. Это 14 боёв у нас получается по топливу. В общем, даже если бы мы 14 боёв подряд выиграли, по 10 за каждый, ну, тогда бы только вот 140, ну, короче, друзья, мы бы и не набрали. Ну, там, если бы, да, ещё чуть-чуть топливо нарождалось бы, если бы какое-нибудь было задание из-за инфочипа. Короче говоря, не успею я набрать ядерные батареи, так что можно даже не стараться. В общем, друзья, на этом я закончу наш сегодняшний выпуск. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.